Приветствую вас на своем канале о вязании Ворм Инженер. Сегодня мы с вами поговорим про готовые работы, про процессы и про вязальные события, которые произошли в последнее время. Как я уже сказала, мы сегодня с вами поговорим и про готовые работы, и про процессы, немножко заденем тему планов. И, конечно же, я хочу рассказать и показать вам, как прошла встреча, вязательная встреча, которая состоялась 8 июня. Многие знают, что это международный день вязания на публике. Он проходит каждую вторую субботу в июне. Этот год был не исключением, и я проводила встречу в Ижевске, она прошла прекрасно. Но обо всем об этом мы с вами поговорим. Давайте немножко расскажу вам про структуру видео. Да, несмотря на то, что это видео я планирую снимать в виде такого большого эпизода, в котором я с вами буду общаться, показывать прямо сейчас в кадре, что происходит у меня на спицах, какие планы. Я буду делать все-таки небольшие включения. Опять же, что касается встречи, я снимала. Очень надеюсь, что съемки мне удались. Я пока не просматривала материалы. Уже при монтаже буду вставлять удачные кусочки. Очень надеюсь, что смогу передать ту самую атмосферу, которая у нас была. А дальше я вам расскажу про готовые работы. У меня есть две готовые работы. И поговорим про процессы. Их, смотрю, просто у меня тут все разложено. Их у меня аж четыре сейчас, но три из них очень похожи. И об этом мы тоже с вами поговорим. Ну что, давайте начинаем наше видео. И начинаю я его как раз-таки с рассказа о встрече, которая состоялась в городе Ижеск. Я была вдохновлена и восхищена этой встречей. Честно говоря, уже сегодня 19 июня. Прошло более 10 дней. Но все эти эмоции живы до сих пор. Я так рада, что у меня получилось организовать эту встречу. На встречу пришло большое количество вязальщиц. Это, по-моему, уже моя третья встреча в Ижевске. Или даже четвертая, которую я организую. Но, по-моему, эта встреча была самая многочисленная. Более того, мы познакомились и с новыми вязальщицами. И уже такой костяк приходит постоянно. С девчонками, уже знаете, как с родными мы общаемся. Очень я рада их видеть всегда. Я уже вижу, что девочки между собой где-то как-то общаются. Это вообще прекрасно. Честно говоря, у меня была такая задача, чтобы вязальщицы одного города объединились. И даже если у меня не будет возможности их объединять, и организовывать такие встречи, чтобы они все равно общались между собой. Потому что компания просто замечательная, классная. И самое здоровское было то, что мы встречались на главной площади города. Погода, правда, немножко подвела. Мы хотели прямо на лужайках, на полянках, на скамеечках повязать. И сначала мы просто сидели на скамеечках. И к нам подходили люди и спрашивали, что это вы тут делаете. Одна женщина подошла и сказала, что она тоже вяжет. Но, к сожалению, у нее не было вязания с собой. Так бы она к нам тоже присоединилась. Это было просто чудесно, просто великолепно. А потом мы всей компанией посидели в кафе, попили кофе. Кто-то там что-то перекусил. И отправились в магазин Малина Ярн. Это магазин пряжи в городе Ижевске. Такой магазин-клуб, куда тоже можно приходить, повязать. И там тоже были классные мастерицы, с которыми мы тоже пообщались. В общем, день был насыщен классными событиями. Общением и вязанием, и разной пряжей, покупками пряжи. В общем, я надеюсь, что девочкам тоже очень понравилось. У нас еще получилось так, что пришел фотограф. И девчонки-мастерицы получили еще и классные фотографии после этого дня. И это тоже останется такой галочкой в памяти, когда они будут просматривать эти фотографии. Я очень надеюсь, что всем все понравилось. Но давайте сейчас я вставлю те самые сюжетики, которые я снимала. Покажу вам ту самую атмосферу. Я надеюсь, что вы тоже пропитаетесь этой атмосферой. И, может быть, у вас будет желание в своих городах организовать что-то такое, что-то подобное. Потому что я уверена, если вы решитесь и организуете подобные встречи, вам все участники этих встреч только спасибо скажут. И вы найдете очень классных людей вокруг себя. И увидите, как много людей вяжут. Всем привет-привет! Сегодня прекрасный день. Хотя видео, конечно, выйдет позже, чем 8 июня. В этом году, именно 8 июня, день вязания на публике. И сегодня, я надеюсь, что отмечать я буду его просто прекрасно. Потому что я организовала встречу в городе Ижевске. Пока не знаю, сколько народу придет. Очень хочется верить, что большого количества. Хочется, чтобы погода нас не подвела. Сегодня так немножко пасмурно. Но вроде бы дождь не обещают. Но, может быть, даже это и лучше, чем жара, 28 градусов, яркое солнце. Потому что мы планируем с девочками-созальщицами посидеть на улице, повязать в самом центральном месте города. И пусть все видят, что у нас большая компания, кто не стесняется вязать на публике. А даже наоборот, может быть, украшает город этим. Да, хочется верить, что придет большое количество мастериц. Не знаю, получится ли снять на самой встрече. Очень хочется в это верить. Но по опыту могу сказать, что когда собирается большая классная компания, мы тонем в разговорах, в обсуждениях. И на съемку времени совсем не остается. Мы уже посидели на улице. Поменяли несколько мест локаций. Сегодня у нас достаточно ветрено, прохладно. Хотя вот сейчас солнце вышло. Но что-то мы замерзли и пошли сидеть в кафе. Но тут очень уютно, классно. Пьем кофе, вяжем. И я вам сейчас покажу, какая у нас классная большая компания собралась. И постараюсь показать, кто что вяжет, наверное. Сейчас посмотрим. Так, единственное, что я снимаю против солнца. Но посмотрите, как нас много. Уже, кстати, одна девушка ушла, убежала по делам. Так что, по-моему, сегодня у нас вообще прям чудесная компания собралась. И даже к нам подходила одна дама и спрашивала, что это вы тут такое делаете. Оказывается, она тоже вяжет. И вот случайно нас увидела наша компания. Так, давайте будем смотреть. Маргарита, что ты вяжешь? Джемпер? Пописание. Какая-то красивая у тебя пряжа, как будто буклированная, нет? Или так кажется... Я должна ее узнать. Где из нее вязала? А, это папирус. Я потрогала, она такая мягенькая. Классный цвет, такую красивую папирусу вообще. Ажурная какая-то штука. Оли маленький, много джемперов. Да, да, да. Я часто в пейс. Оли Гришиной, да, да, да. Классно. Я видела, да. Это у нее с такой ажурной горловиной, да, еще? Классный, красивый. Так, Валя. Валя вообще в классной такой водолазочке. Очень красивой. Да, супер. Так, Валя, расскажи, что ты вяжешь. Я вяжу шапку. Специально начала на день вязания. Шапку летом. Что не так? Чтобы удобно было вязать на полке. Не заворачиваясь. Об узоре. Ты просто вяжешь резинкой и... Просто резинкой. Классно. Какой-то мериносик, да? Класс. А еще классная сумка. Посмотрите, какая. Из Рафии. Что это из Рафии? Из Пи. Из Пи. Да, у нас, кстати, тут будет несколько сумок с Рафии. Из Рафии из Пи. Так, вы что вяжете? Крючочком. Какой у вас прям тоненький-тоненький крючочек. Да? 1,75. 1,75. Классно. Здорово. А что за пряжа? Она 16. А, это же Сиамовская, да, по-моему? Так, я надеюсь, что я не вижу, у меня отсвечивает. Классно. Очень красиво. Ну, тоже такой беспрогрешный вариант. Можно сидеть, болтать, да, и не задумываться. Да, чтобы не считать. Да, да, здорово. Так, ой. Я надела. Так, ой, уже третий проект взяла. Тоже косынка. Срисовываю. А, списываете. Вот смотрите, какое отличное соседство. Дело в том, что я об этом мечтаю уже 3 дня. Жарко. Мне нужна косынка. Я случайно взяла наточку с собой. Само верно. И несмотря на то, что были начаты носки, да? Да. Девчонки даже взяли по несколько проектов с собой. Истоковые пряжи. Такая красота. Супер. Супер-супер. Красота. Так, сейчас я буду выходить, еще до каждого доходить. Лена вяжет что-то из полухлопка или из хлопка? Да, полухлопок у меня. Это гетры. Гетры для дочки? Да. Ну, уже есть один. Ой, класс. Все померено, все проверено, одобрено. Классно, классно. Сейчас молодежь носит, да? Супер. Здорово, когда у молодежи... Здорово, когда у молодежи мама вяжет. Да, мама просила. Так, Оля вяжет из моточка Карелия. Носочки. Носочки. Оля мне такую Карелию дарила. И теперь вяжет себе такие же. У нас будут с ней похожие носочки из братьев. Здорово. Так, Катя. Тоже полухлопок, наверное, это. Вот, классно. Летняя какая-то вещичка. Засвечивает только, наверное, солнце светит. Классно. Супер. Тоже отлично вязать на встрече. Просто лицевая гладь и прибавь. Да, я уже классно как-нибудь. Ну, там универсальные. Так, Алена у нас пришла. Во-первых, у нее топ из конопляной. Да, такой чудесный. И тоже на тесте у Даши. С Даши Малеевой. Да. Катушка 60. Катушка 60 закончила. Катушка 4. Вот, вообще не побоялась на тестирование взять. Ну, потому что сроки горят. Все правильно. Ничего страшного. Юля. У нас всегда Юля приходит с очень классными сумками. Сегодня не исключение. Опять сумка из Рафи Испи. Шикарная. И посмотрите, она сегодня в классном кардиганчике, который вязала на прошлой или позапрошлой встрече. На первой встрече. Вот. У нас уже даже можно отследить, кто что вязал. Так, Ирина сидит. Ирина покажет. Это будет сумочка прогулочная для телефона. Ходить на обед. Чтоб телефон гулял. Да, телефон будет висеть где-то под мышкой, чтобы не терялся. Класс. А что за пряжа? Белая. Это Вита Пеликан в две нити. Это Ярмарт стайл. Ага. Остатки. Все остатки. И связываем остатки. Ну классно. Для телефона самое то. И еще классный топ, связанный крючком совсем недавно. Я не знаю. Мы поднимаемся и показываем. Супер. Пихорка жемчужная, крючок номер один. Пихорка жемчужная, крючок номер один. Не жемчужная. Нет. Кружевная. Кружевная. Класс. Красота. Пихоры. Тут совмещение. Галочки. И дырочки. И так же у нас в нем. Красота. Так, я не знаю, будет ли слышно или нет, что у меня микрофона нет. Ну, если что, что-нибудь там позвучу, да, подпишу. Сверху запись. Да. Так, у Светланы тоже классная сумка. У нас тоже из Писнова. У нас шикарная. А сумку тоже надо показать. Я приготовилась, чтобы показать. Нет, там мы все посмотрим. Вот. Классная тоже сумка. Супер просто. Девчонки такие молодцы. Я смотрю и любуюсь их сумками. Так, и еще что нам надо показать? Светлана нам что-то хотела красивое показать. Не везем. Какая красивая пряжа. У меня сочетание. Сочетание класс. Я бы подумала, что это Аустерман. У меня такая была похожая, такая красивая. Я, конечно, плохая визальщица, потому что я не запомнила, как называется эта пряжа. Но она бобинная. Это бобинная. Волтори. Наверное, знаете, да, это? Ну, это типа столько, да? Я просто была в Саратове. И как бы, ну как быть в городе и не зайти в пряжу? Конечно. Я пошла, я туда зашла и вот там была. Очень красивая. Я не знаю, насколько сейчас видно, потому что солнце светит. Не знаю, что такое, но оно немножко мягенькое. Мягенькое, да. А она не толстая, это 420? Да. Да? Ну, она прям пухленькая такая. Ну, как бы, да. Может быть, 400. Вот я вот вообще... Ну, в общем, не 360 там, ну какая, да. Что-то я не интересовала. Не-не-не. Очень красиво. Вот я решила, что вот они вот так вот выкладываются. Супер. Почему-то резинку я решила, что они должны быть резинкой. Ну, красиво смотрится. Все отлично. Ну, сочетание мы хорошее коричневое и голубое. Да. Тут конец остался. Надо закрывать. Это не символен. Это не символен. Так, Марина, что-то спрятала или где-то? А, ну, сперва. Да, сперва отличный кардиган просто превосходный. Ну и поясок. Из Дивы, да, это? Стрейч. 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 Класс. 550 грамм. 550 грамм. Даже поясок. Господи, это какие спицы? Тройка. А, ну просто плотние. Она габра. Да уж. Я подумала полтора. И какие-то классные носки. Это артизан. И даже самая тройка. Хеликс. Да, Хеликс. Красиво такое сочетание. Прям яркая, сочная, суперская красота. Тоже... А, вот, да, как раз. Это на троечках ты вяжешь так? А, ты прям плотненько, да. Ага. Я подумала, что это 2,25, например, хотя бы. Крест. Вообще класс. Зато, хорошо, тут 16 петель на... А, спица. Меньше. Ну да. Я просто представляю, как я рыхлую. А я не могу рыхлую. Прям боль моя. Я не умею. Надо просто сразу восьмерки брать. Спицы. Там просто не получится только веку, которая должна быть. Ну да. Я ее вяжу на 1,8. Вот как меня устраивает, чтобы она соль был плотный, я ее вяжу на 1,8. Спицы. Вот эти... Вот эти... Ну, в смысле, на петель. На петель. Да, она первый раз мне показала, что она на тройке. Для меня это бревно, которым я... Даже им я редко вяжу. Там ключевые изделия не то, что уже на соль. Но я даже вот, я не пробовала толстую, которая типа как мультайма. Вот, наверное, она будет по тройке. Ну и то я сомневаюсь. Я на тройке вязала, потом к папе. Потом пришлось привязать на 3,5. Был вис комфорт. То есть на 3,5 это вообще, я не знаю, шпалы, наверное. Мария, вы что вяжете? Я вижу, что у вас тоже что-то есть. Носочки? Да. Вот вы как раз из Ултайм, наверное, вяжете, нет? Нет, это неопознанный объект. Неопознанный объект? На северянку похожа. Но она прям фашистенькая, да? Да. Что-то... Не помню, потому что у меня была альпака и была северянка. Что-то из этого. Ну, на северянку похожа, потому что я люблю северянку. Часто покупаю, но варишь, что нет, 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 нет. Ну, можно. Так. Это там уже хор. Так, вы тоже ведь что-то вяжете? Давайте. Ну, что я вяжу? Давайте. Это будет покрышало с техники пэчфорд. О, классно. Из остатков, которая валяется тысячу лет. Идеально. Нет, это не шерсть, это смесовая. С акрилом. Ой, она такая прям шерстистенькая, да? Шерсть с акрилом. У меня муж не переносит чисто шерстяные вещи, у него аллергия. Поэтому для него я покупаю пряжу из серии Бэби. Вот это вот такая вот, чтобы она не колючая была. Потому что он сразу опять колит, сыр, овечий шкут. Вот оно когда-то носилось активно, уже и вытянулось, и износилось. Понятно. Было распущено. И вот. Вторая жизнь пряжи. Да, вот такие вот квадратики, которые потом будут сшиваться. Разные рисунки, разная пряжа, разных цветов. Где-то и полосатые есть. В общем, что завалялось. Классно. Вот такая компания шикарная у нас. Еще хочу показать, что я сама вяжу. Вот такие арбузные носочки из хлопковой регии. Так, у меня даже с собой есть этикеточка. Сейчас я вам все покажу. Вот так выглядит. Решила вязать от мусканоски, потому что хочу попробовать связать такие повыше носочки. И вывязать всю регию, весь моток. Я, кстати, начала сразу и второй носочек. Вот так он сейчас у меня выглядит. То есть я связала дома муски для того, чтобы потом уже навстречу вязать просто гладью по кругу. Потому что я поняла, что на подобных встречах ни прибавки, ни убавки, никакие узоры вязать не стоит. Потому что потом все приходится распускать и переделывать. Поэтому вот такой у меня процесс. Очень пока нравится эта пряжа в работе. Вяжу на Аде Юникорн двоечках. Я вообще заметила, что на этих спицах я вяжу обычно плотнее. И я знаю, что хлопковую пряжу надо плотненько вязать. И вот у меня, мне кажется, очень даже такая хорошая плотность. Надеюсь, что они сильно растягиваться не будут. Продолжение следует... Я пришла со встречи. Очень много эмоций. Голос сел. Поэтому сейчас быстренько с вами поговорю. И я просто не могу не поделиться тем, что у меня сейчас есть. Да, расскажу вам, что подарили мне девочки. Ну, потому что не могу о этом не рассказать. Мне было очень-очень приятно. Хотя я все время прошу, чтобы мне подарки не дарили. Но девчонки меня не слушают. Вы видите вот такую прекрасную альпаку. Эта альпака приехала ко мне из Владивостока. Светлана, спасибо большое, что привезли мне такую милую альпашку. Смотрите, тут еще на карабинчике линейка. Я спросила, почему линейка? Светлана говорит, ну, конечно же, от инженера инженеру. Надо дарить альпаку с линеечкой. И вот такая милая, она такая мягкая, классная. Куда-нибудь ее на свой рабочий стол посажу. А еще Светлана из Владивостока привезла мне шоколад. Темный шоколад. Посмотрите, как классно. Вообще так приятно. Она сказала, что она специально купила для меня такой подарок. Потому что она знала, что мы встретимся. И она как раз вот ехала. У нее там, видимо, была какая-то рабочая поездка. Очень-очень приятно. Что касается еще каких-то местных таких продуктов и товаров. Вот такой вот чай удмуртский мне подарила Оля. Оля мне постоянно дарит вот такие какие-то очень интересные подарочки в плане местного колорита. Как-то она мне дарила перепечу. Такую, правда, шоколадную. Но вообще перепечи это такие местные пирожки. Они чем-то похожи на калитки. Если кто знает, в Карелии ели, если калитки, то вот они очень похожи. Немножко разная форма. Потому что перепечи удмуртские, они круглые. А калитки, они такие немножко вытянутые. Так вот эти круглые пирожки здесь очень ценятся. И они бывают с разными начинками. Самые стандартные начинки это капустные. Вообще начинка изначально жидкая. И она как бы в розеточку заливается. И потом вот такой пирожок запекается. Если вы не пробовали, очень-очень рекомендую. Если побываете в Удмуртии, обязательно попробуйте перепечь. Местные это очень-очень вкусно. Они бывают не только, конечно, с капустой, с картошкой, с мясом. В общем, всякие разные. Но я вот сама с капустой очень-очень люблю. Да, и Оля мне подарила местный чай. Силы медведя. Чайный напиток, кистров и ягод. Классно. Я очень люблю чаи. Постоянно об этом говорю. Состав. Ягоды и лист малины, мята, гибискус, шиповник. О, шиповник, кстати, классно. Мне как раз надо шиповник пить. Яблоко, северная ягода. Здорово. Очень люблю такие вот чаечки. Здесь еще Чацкий. Какая-то, видимо, компания, которая производит этот чай. Видимо, не знаю. Классно так упакован. Еще Оля мне подарила шоколадку. Конечно же, она знает, что я люблю. Темный шоколад. Кстати, тоже Светлана подарила темный шоколад. Я вот этот бабаевский с вишней очень люблю. Он с вишней и с орешками. Если вы его не знаете, я вам очень рекомендую. Это вкусный. У меня сломалось, видимо, в сумке. Очень вкусный шоколад. Я сама его покупаю. Я была так рада, что Оля мне подарила такой же. Потому что, правда, вот очень-очень вкусный шоколад. И Катя не оставила меня без подарка. Она постоянно-постоянно приносит подарки. Вот в такой корзиночке лежали два моточка. И это чудесные моточки альпаки Silk. И это такой аналог брашт альпака Silk от Drops. Я честно скажу, что я не могу сказать, что мне очень понравилась пряжа от Drops. Но я знаю, что от Infinity Design эту пряжу хвалят как-то больше. Я вполне этому верю. Потому что, например, пряжа вот шнурочек Air от Drops мне вообще не понравилась. А шнурочек, по-моему, тоже Air называется Infinity Design, мне понравился намного-намного больше. И я почему-то думаю, что альпака Silk от Infinity Design мне тоже очень понравится. Такой классный, сложный цвет. Это такой, я бы сказала, тепло-малиновый, наверное. Очень красивый. Обожаю такие цвета. Неоднозначный, я бы сказала. Даже сложно его описать. Давайте я вам скажу. Состав 77% брашт альпака. То есть пушина альпака 23% Malbury Shulk. В 25 граммах 140 метров. Цвет 43-44. Кстати, два моточка вполне хватит на какой-то аксессуар типа шапочки или шарфика. Но я думаю, что ее можно совершенно спокойно с чем-то скомбинировать. Или, может быть, я докуплю такие моточки. Потому что цвет потрясающий. Я бы совершенно спокойно связала для себя вот из такого цвета что-нибудь. Какую-то, может быть, легкую паутинку. Не знаю, в общем, надо подумать. В любом случае, мотки классные. Они мне очень-очень пригодятся. Ну и, конечно, вот такая классная коробочка для вязания. Кстати, я бы вязала... Взяла бы ее для рафии. Потому что очень удобно, когда вяжешь из рафии. И вот в такую маленькую корзиночку положить моточек, чтобы она не разлеталась. Потому что, если вы вязали из рафии, вы знаете, что она такая, скажем так, скользкая. И норовит постоянно вывалиться из моточка. По крайней мере, кайандария, вот из которой я вязала недавно. Она прям требует такой коробочки. Вот у меня маленькой как раз не было. Самое то. Так что мне все это пригодится. Все это невероятно радует. Девочки, спасибо большое. Еще раз огромное-огромное спасибо за встречу. Мы сейчас до сих пор переписываемся. Продолжаем переписываться в чате. У нас отдельный чат. Все скидывают фотографии. Просто была великолепная встреча. Мы зашли еще в магазин Малина Ярн. И еще в магазине Малина Ярн. Походили к удовольствиям. И вышли на улицу. Девчонки из Малины. Они организовали такое, скажем, лимонадопитие. Свежий лимонад. Они сами приготовили. Мы сидели, ели фрукты. Закуски там были. Пили лимонад. Болтали и тоже вязали. Так что день просто-просто чудесный. А я буду закругляться. Потому что я уже чувствую, что мне даже сложно говорить. Я так много говорила сегодня. Что да. Что вот уже хочется много вам рассказать. Но горло мое уже не выдерживает. Но эмоции просто потрясающие. Еще раз огромный всем привет. И спасибо, что вы пришли. Вот так вот прошла наша встреча. Чудесная, прекрасная. Могу долго об этом еще говорить. Я вам показала в том числе и подарки, которые подарили мне девочки. Спасибо вам еще раз большое. Я всегда удивлена этим подарком и восхищена. Шоколадки уже съедены. Спасибо большое. Все было очень вкусно. Чай тоже чудесный. Я его пью по чуть-чуть. Очень вкусный, классный чай. Оль, спасибо большое. Пряжа еще лежит. Пряжа от Кати. Но я уже посмотрела, где можно купить еще такие моточки. Этого цвета. Я говорила, что это альпака-силка от Infinity Design. Мне очень-очень нравится цвет. Он такой сложный. Наверное, ягодный. Я бы сказала, что это такая перезрелая малина. Да, я посмотрела уже, где можно докупить моточки. И, наверное, ближе к осени я свяжу что-то типа паутинки из этого. Пока думаю так. Но мне очень нравятся сейчас еще такие легкие шарфы, палантины. Я обычно их ажурными вяжу. Но, может быть, что-то сделаю не ажурное. А типа, знаете, узора зигзаг. Типа узора от Missoni. И докуплю, может быть, другие цвета. Посмотрим. В общем, миллион идей. Еще, наверное, я вам показала то, что навстречу я брала с собой вязать носочки из хлопковой пряжи от Regia Tutti Frutti. Я, честно сказать, повязала даже очень неплохо. Моя была правильная идея, что я самые такие основные ключевые моменты связала дома. Да, достала этикеточку. Это Regia Tutti Frutti. Возможно, я вам даже показывала, уже точно не помню. Но многие знают эту пряжу. У меня эта пряжа появилась благодаря Ирине. Ирина, спасибо вам большое. Не устану благодарить. Я очень хотела попробовать эту пряжу. Честно сказать, пряжу Regia я очень люблю. Разную. Я знаю, что многие ее ругают, что она шерстистая, тонкая, если мы говорим про шерстяную пряжу. Мне почему-то вот она слишком тонкой не кажется. Да, она тонкая, но она такая плотненькая. И мне, конечно же, очень хотелось еще и хлопковую пряжу от Regia попробовать. И вот как раз то время настало. Я слышала, что вот в подобных мотках Tutti Frutti, ну понятно, разных расцветок, встречаются узлы. Я перематывала моточки, у меня узлов вроде бы не было. Возможно, я не заметила. И сейчас вяжется просто великолепно. Да, я сказала, что вот этот ключевой момент, мысок, причем два мыска я набрала дома, связала. Чтобы навстречу мне можно было просто вязать лицевыми петлями по кругу. И я, по-моему, практически до клина подъема в обоих носках довязала. Ну, по-моему, чуть-чуть там не оставалось. Да, я вяжу уже, точнее даже связала клин подъема. Здесь у меня пятка бумеранг. У меня есть мастер-класс на то, как я вяжу носки с пятка бумеранг. Правда, вяжу от резинки. Но пятка бумеранг и клин, который я показываю, вяжутся одинаково. Неважно, с какой стороны носки вы вяжете, от носка или от резинки. И вот уже потом я довязала клин подъема до пятки, пяточку. И здесь, по-моему, на одном носочке, да, я уже даже, по-моему, клин подъема после пятки провязала. И у меня дальше будут, опять же, просто ряды по кругу лицевыми петлями. Здесь мне надо, по-моему, клин после пятки еще довязать. Хочу всю эту пряжу извязать полностью. Посмотреть, какие будут носочки в длину. Тоже вам расскажу, конечно, обязательно. И первый раз вот таким образом вяжу носки. Хотя я знаю, что многие так вяжут. Это мейджик луп, но не на одних спицах, а на двух. То есть я сразу параллельно вяжу два носка. Один носок я вяжу на спицах Чиагу, на двоечках. А другой носок я вяжу на спицах Ади Юникорн. Я очень полюбила эти спицы Ади Юникорн. Много о них говорила. Но все-таки вот сейчас в сравнении я понимаю, что моя, конечно, любовь, одна большая любовь, это спицы Чиагу. Я с удовольствием пробую все другие спицы. Вяжу на них ради разнообразия. Мне иногда Чиагушки просто надоедают. Знаете, что постоянно на одних спицах вяжу и хочется разнообразия. Но сейчас я понимаю, что все-таки Чиагу для меня любовь. Все остальное, да, интересно, классно. Какие-то спицы хуже, какие-то лучше. Ади Юникорн классные спицы. Ничего против них не имею. Просто вот Чиагушки для меня это большая любовь. Ни в коем случае не претендую на то, что это единственная истина, да. Кто-то любит, не знаю, хая-хая, кто-то любит больше спицы от НИДПРО. Это прекрасно, что у нас сейчас такой выбор большой спиц. Ну вот моя любовь — это Чиагушки. Всегда к ним возвращаюсь и всегда с радостью на них вяжу. Все, по-моему, по процессам, что было на встрече, я вам рассказала. Но еще хочу такую тему осветить и немножко задеть тему планов. Вы сейчас видите пряжу «Шотландский твит» от, да, пряжа из Троицка. Многие знакомы с этой пряжей. Почему я этот моточек достала? Кстати, у меня один моточек, вот есть такого красивого цвета. Давайте я вам скажу и метраж и состав сразу. Цвет 1451 Милан Штайган, шотландский твит. Здесь 100% шерсть и 360 метров в 100 граммах. Эту пряжу мне подарила Гузалия. Гузалия, спасибо вам большое. Я давно хотела эту пряжу попробовать. Она, если не ошибаюсь, раньше была в продаже, потом как-то пропадала и вот снова вернулась. И еще давным-давно я хотела ее попробовать, но как-то не успела ничего из нее связать. И тоже как-то речь о ней зашла. И вот Гузалия мне прислала такой моточек. Я очень этому рада. И я думала связать из них, из этой пряжи или варежки. Ну, шапочку, наверное, вряд ли. Но на варежке вроде бы много. Если я свяжу варежки, у меня еще больше, чем полмотка останется. И вот она у меня лежала, эта пряжа. И как раз на встрече приходили девчонки из клуба 28 петель. Я думаю, многие знают этот клуб. Это клуб, основная задача которых вязать пледики, шапочки, носочки для недоношенных малышей. Они собирают эти вязаные изделия и отвозят в те центры, которые находятся в их, не знаю, там области, республике, районе. И в Ижевске тоже есть такая организация. Девчонки такие активные, классные. И как раз они подсказали идею. И сказали, что вот из этого моточка как раз-таки идеально связать плед для недоношенных малышей. Я пришла домой, сразу отыскала этот моточек. И подумала, что я обязательно свяжу плед для малышек. Когда я рассказала об этом в Телеграм, я получила очень большой отлик. Я понимаю, что часть из моих подписчиков вяжут в эти же подобные клубы, да, в своих городах. А для кого-то эта тема очень интересная, но они не всегда знают какие-то подробности. Какую пряжу можно использовать, какую нельзя использовать. Если в целом так говорить, что нужна 100% шерсть для носочек, шапочек и пледов. Также вяжут игрушки. Игрушки вяжут из 100% хлопка. Но я хочу эту тему осветить чуть подробнее. Наверное, в Телеграме я буду даже рассказывать, как вяжу этот плед. И, может быть, даже сделаем какое-то интервью с одной из девочек, организаторов этого клуба в Ижевске. Посмотрим. Если вам эта тема интересна, опять же, пишите. Мне ваш отлик очень важен, потому что я хотела... Ну, свяжу, думаю, плед, и ладно. Но когда я увидела, как много комментариев к этому посту, многие, кто просил более точно рассказать про пряжу, какие требования и как я буду вязать плед. В общем, я думаю, что мы на этом не остановимся. Я расскажу чуть подробнее. Планирую рассказать чуть подробнее и буду рассказывать, как вяжу этот плед. Тем более, если у вас есть подобный моточек, почему бы нам не связать этот плед вместе. Пока я думаю, что это мы будем организовать где-то в Телеграм, просто отдельными постами. Не думаю, что какая-то будет отдельная группа. Но, может быть, конечно же, и в YouTube буду освещать. Пишите обязательно, насколько вам это интересно. Ну, всё, наверное, про встречу. Это всё. Сейчас возвращаемся к моим готовым работам и процессам. И я думаю, что я тоже, может быть, вас чем-то заинтересую и порадую. Ну и начнём раздел с готовыми работами. Вот с этой готовой футболки, которую я показывала в своём прошлом влоге. Достаточно быстро она у меня связалась. Немножко о ней расскажу. Повторюсь, если кто-то не видел сам процесс вязания. Я вязала футболку с рукавом погон. Сверху она связана по кругу. У меня была задача разобраться вот с такой вот глубокой, круглой горловиной. Мне кажется, у меня это удалось. И, забегая вперёд, я планирую сделать совместник в своей группе с совместниками. Это группа, которая находится в телеграм-канале. Она платная по методу подписки. 300 рублей в месяц. Вы в этой группе находитесь столько, сколько хотите. Помимо того совместника, который будет сейчас, там большое количество других совместников. Все материалы там есть. По любому совместнику вы можете начинать вязать. Неважно, что мы сейчас вяжем. Всегда можете задавать вопросы. Я помогаю с перерасчётом, с подбором пряжи и со всем таким. В общем, если вас заинтересует, обязательно подключайтесь. Да, я планирую начинать этот совместник уже буквально на днях. Возможно, даже сегодня-завтра, в понедельник, в своём телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Я проведу эфиры, прямые эфиры, где расскажу чуть подробнее про эти совместники. Подключиться можно хоть когда. Не обязательно вот прямо в четверг начинать вязать. Если я в четверг начинаю публиковать уроки, у нас нет никаких сроков. Каждый вяжет в своём темпе. Тем более сейчас лето, дача, отпуск. И, конечно же, не хочется гнаться. Но про совместник мы ещё с вами немножко поговорим. И да, вот эта футболка была таким прототипом. Той футболки, о которой мы будем с вами вязать совместники. Здесь есть некоторые недочёты, которые я учла и исправила уже в материалах совместника. Здесь мне немножко не нравится спинка. Немножко я изменила горловину. И мне кажется, всё будет сидеть идеально. Но здесь в целом всё достаточно просто. Как я уже сказала, здесь рука в погон. Сначала вязала прямыми поворотными рядами. Потом объединила всё в круг. И дальше уже вязала по кругу. Вы видите, что здесь помимо лицевой глади есть ещё и небольшие вставки ажура. И такие вот изнаночные полоски. Всё это я включила для того, чтобы объединить вот такие разные по фактуре. И на самом деле по метражу пряжи. Я покупала разные моточки для того, чтобы протестировать летнюю пряжу с разными составами. Видео по этому моему тесту и моему отзыву есть на канале. Обязательно ссылочку оставлю. Но поскольку у меня оставались отдельные моточки, я решила объединить это всё в единое изделие. Вот так выглядит это изделие. Да, как я уже сказала, чтобы объединить вот эти все разные моточки и по фактуре, и по составу, и по метражу. Я решила включить ещё вот такие вот узорчики, чтобы не было просто таких резких полосок. Просто лицевую гладью. Мне кажется, так вот эти вот разные моточки очень хорошо друг друга объединяют. Какая пряжа здесь была использована? Вот это вот красно-коралловая, хотя у вас она выглядит намного ярче. Пряжа это Summer от Yarn Art. Далее у меня пряжа от Bissigarn Alina, в которой 50% хлопок, 50% лён. Кстати, не сказала, что в Summer здесь точно по процентам не помню. Здесь хлопок и вискоза. Далее я использовала достаточно популярную многими любимую, а кем-то нелюбимую пряжу Papyrus от Fibronatura. Здесь шёлк и хлопок. Далее я использовала пряжу от Onion Knit, в составе которой конопля, хлопок и модал. И что у меня здесь ещё есть? Да, это были основные такие виды пряжи, которые, мне кажется, классно сочетаются по цвету друг с другом. И потом у меня пряжа, которая более-менее подходит, закончилась. И я включила уже такие, мне кажется, не совсем, возможно, по цвету подходящие пряжи. Но они, в принципе, мне кажется, неплохо вписались. Просто мне не хотелось покупать другую пряжу. Мне кажется, конечно же, бы в идеале, если бы была вот ещё серая пряжа, я бы серой всё-таки закончила эту футболку. Но, тем не менее, нижний край, вы видите, такой бежево-розовый цвет. Это пехорка и пряжа натуральных хлопок. Я вязала в две нити, потому что здесь метраж 425 метров 100 граммов. Здесь вся пряжа примерно в 100 граммах, где-то 130, 140, 150 метров. Ну, плюс-минус. Рукавчики я вязала хлопком от Gazal Gizemate. Это уже розоватый такой цвет. Немножко не вписывается, но да ладно. Я, на самом деле, сейчас активно эту футболку ношу. Она приятная. Я не могу сказать, что она комфортная, там, с 35 градусов жары. Сейчас действительно очень жарко. Но знаете, что спасает? Насколько я не ругала пряжу сам от Yarnart, который вот здесь вот у меня находится. Из нее достаточно некомфортно вязать. Пряжа очень сильно расслаивается. Но я понимаю, что эта пряжа, она прямо прохладная. Даже сейчас, вот я когда трогаю полотно, есть ощущение, что вот эти вот пряжи, они такие тепленькие. А вот эта прохладная. И, наверное, из-за того, что вот эта прохладная пряжа прямо рядом с лицом, как будто есть ощущение, что она холодит и именно там, где надо. То есть, как будто где, ну, в районе живота не особенно полотно соприкасается с телом, а вот как раз в районе горловины, в районе плеч. Очень приятно вот такая пряжа в составе, который хлопок с вискозой. Очень приятно носить вот именно эту пряжу. Я не могу сказать, что я точно буду эту пряжу покупать. Вспоминая все свои мучения именно с тем, как я вязала из нее. Но я просто, наверное, буду смотреть на такие составы еще. И нужно смотреть, чтобы, видимо, вискоза еще такая была именно блестящая. Она прям очень такая холодненькая. Ну, у меня такие ощущения, по крайней мере. А вообще, в целом, мне было очень интересно попробовать пряжу с альноми с коноплей. И, наверное, из этих вариантов для меня это вот такие вот любимчики. Хотя пряжа Алина, например, где 50% лен и 50% хлопок, она достаточно толстенькая. И я бы, наверное, из нее все-таки что-то демисезонное вязала, а не летнее. Ну, или, знаете, на прохладное лето такое. Я удачно использовала вот эти моточки. По крайней мере, Папирус, Алина, пряжу Атониан. Я полностью извязала в ноль. У меня совсем-совсем чуть-чуть остался моточек Summer. Ну, а он был 100-граммовый, поэтому все 100 граммов я сюда не извязала. Практически извязала пихорку. Вы видите, что я здесь уже вязала другим цветом, другой пряжей, поскольку я уже испугалась, что мне не хватит. То есть пихорка практически у меня тоже ушла в ноль. Но у меня был не целый моток. Я из него вязала уже прошлым летом. Это тоже, можно сказать, остаток. Ну, и чуть-чуть использовала, получается, вот газал. Вся эта футболка полностью весит 305 граммов, если я не ошибаюсь. У меня размер такой 42-44, но я бы сказала, что она даже практически на 44. Мне кажется, что хороший такой расход пряжи получился, если метраже мерить. Потому что метраж тут разный. У меня получилось где-то 870 метров. Но она достаточно длинненькая получилась. Я вот сейчас смотрю, да, я бы, наверное, ее укоротила. Но менять я ее не буду, поэтому 840 метров вполне хватает на футболку где-то на размер 42-44, может быть, даже на 46. Возможно, я уже сказала про длину, да, возможно, она немножко вниз потянулась. Я, кстати, не замерила футболку после стирки, померила лишь до стирки. Поэтому, да, надо померить и посмотреть. Может быть, она немножко потянулась. Плюс ко всему, здесь же еще ажурчик, и ажур тоже может тянуться. Ну, и хлопок с вискозой может тянуться. Все остальные, вроде, пряжа достаточно стабильные. Но, тем не менее, когда мы летом носим изделия, особенно таких вот летних составов, если есть хлопок в составе, то, ну, не только хлопок, вообще летние виды пряжи и лен в том числе, они при соприкосновении с нашим теплым телом на улице немножко так расползаются, увеличиваются в размерах. Это нормально, и, конечно же, это нужно учитывать. Если вы хотите вязать что-то прям по телу ровно, нужно тоже понимать, что нужно использовать ту пряжу, которая не будет сильно растягиваться. Здесь же футболка у меня получилась такая расслабленная, и то, что она немножко пошире, чем я планировала, и чуть-чуть подлиннее, чем я планировала, мне кажется, что это даже неплохо. В любом случае, укоротить я ее всегда смогу, это уже не сложно. Я, кстати, не сказала, что рукавчики я оформляла подгибчиком. Мне понравилось, как я здесь сделала два изнаночных ряда, между ними, кстати, лицевой ряд. Я это сделала для того, чтобы при подгибе можно было аккуратно подшивать. И обычно, когда я оформляю подгибом, я провожу такую ниточку, чтобы, ну, по ряду одному, да, чтобы можно было понимать, в какой ряд нужно иголкой подшивать край изделия. А здесь, поскольку я опустила на лице, это лицевой ряд, а на изнанке, это изнаночный ряд, я всегда в этот изнаночный ряд ныряла, скажем так, иголочкой, да, и не надо было уже там какие-то танцы с бубнами устраивать. Очень мне понравился этот ход, вы его у меня еще увидите. Горловина здесь выполнена для меня экспериментальным таким способом. Я как бы сделал ложную кетлевку, но тот карман, который получается от ложной кетлевки, я не стала продолжать резинкой, я просто закрыла его иголочкой методом петля в петлю. И поэтому получился вот такой вот рулик. Ну, и вы видите, что низ оформлен резинкой. Мне кажется, что, несмотря на то, что все три оформления краев футболки разные, ну, мне кажется, смотрится это неплохо, тем более в контексте того, что тут действительно такое разнообразие цветов и узоров. Я сейчас активно ношу эту футболку, мне в целом она нравится, именно поэтому я считаю, что еще несколько таких футболок будут не лишними. Как раз таки вяжу новые футболки и пишу по ним уроки. Но сейчас мы с вами еще поговорим про готовую работу, а потом вернемся к футболкам. Еще одна готовая работа у меня есть, и она полностью отвечает концептуально тому изделию, которое я вам показывала до этого. У меня снова полоски, такие достаточно большие. И тоже рассказывала про эти носки в том влоге, в котором рассказывала вам про футболку. Не буду о них долго говорить. Быстро вам скажу, что у меня была концепция и связать всю свою пряжу Alize Wooltime. У меня было три цвета, как вы видите, и остались остатки от этой пряжи. Они лежали и меня просто нервировали, потому что я понимала, что эту пряжу покупать я больше не буду. Куда ее использовать, непонятно. Я не могу сказать, что мне понравилась эта пряжа. Честно говоря, в готовых изделиях она может быть и неплохая, но мне неприятно ее вязать. Я знаю, что многие любят эту пряжу. Я ни в коем случае не говорю, что пряжа плохая, но конкретно мне эта пряжа не очень понравилась. Я думаю, что она, возможно, более приятная в таких более натуральных цветах. Видите, у меня цвета все достаточно яркие. Возможно, при окрашивании используются какие-то более такие термоядерные красители. И поэтому мне показалось, что пряжа какая-то жесткая. И плюс ко всему мне показалось, что там очень много синтетики. Пряжа у меня лежала, точнее остатки пряжи у меня лежали. И в какой-то момент я решила, что надо ее быстренько использовать. Тем более, мне надо было куда-то поехать. Поэтому я взяла остатки пряжи и начала вязать вот такие вот самые простые носки. На спицах номер 3 вязала лицевой гладью. Здесь круглая пятка. На круглую пятку, точнее на носки с круглой пятки у меня есть мастер-класс. Как раз недавно вышел мастер-класс по укороченным носкам, где я показываю, как вязать такую пяточку. Ленточный мысок. Ленточный мысок там тоже есть, но там немножко другой. Здесь я довязывала до оставшихся 4 или 6 петелек, уже точно не помню. И стягивала. Такой ленточный мысок я тоже показываю в мастер-классе по носкам-хеликсам. В укороченных носках там тоже ленточный мысок. Но оставшиеся там 10 или 12, я уже не помню петель, я сшивала иголочкой методом петля в петлю. Все остальное здесь вроде бы очень стандартно, очень просто. Весит эти носки 117 граммов. Они, наверное, где-то на размер 41-42, я думаю. Не знаю пока, что с этими носочками я буду делать. Я думаю, что просто кому-то отдам, кому нужно, например, на дачу в калошах ходить. Мне кажется, что прекрасные носки для этого получились. Да, возможно, они такие немножко сомнительные по расцветке. Я не стала использовать хеликс, опять же, потому что я в дороге вязала их. И когда на коленях несколько моточков, это не очень удобно. Один моток в дороге вяжешь в автобусе, и все прекрасно. Хеликс я как-то вязала, уже попробовала, что в автобусе это очень сложно и муторно. Поэтому вот вязала именно так. Я рада, что у меня использовалась эта пряжа. У меня осталось, по-моему, фиолетовая, около 10 граммов. А желтая вот эта вот, ну она такая, наверное, это как яичный желток. И такой цвет хаки у меня ушли в ноль. В описании к видео я обязательно подпишу все цвета, если вас они заинтересовали. Вообще, под видео большой блок информации, где вы найдете много-много всякой интересной информации. От тайм-кода, по которому вы можете переключаться, если вас какая-то тема не интересует. До всех ссылок на мои соцсети. И полной информации по вязанию изделий. Я могу что-то забыть и не сказать. Ну и переходим к процессам. О процессах я вам немножко уже сказала. Сейчас я вяжу еще одну футболку. Именно по этой футболке я пишу уроки для группы с совместниками. Так выглядит эта футболка. Я, честно говоря, хотела очень-очень быстро ее завершить. Но вот осталось совсем-совсем чуть-чуть. Я уже оформила и горловину, и рукавчики. Я здесь тоже сделала подгиб. И использовала тот же самый метод, который использовала на предыдущей футболке. Я связала изнаночный, потом лицевой, потом изнаночный ряд. Для того, чтобы на изнанке был изнаночный ряд, за который я легко цепляюсь иголочкой. Я думаю, что низ футболки я буду оформлять точно так же. И вы видите, как красиво выглядит эта футболка. Какое у нее неоднородное полотно. По цвету неоднородное. Я вяжу из буретного шелка. Это 100% буретный шелк, который мне подарила Наташа на день рождения. Наташа с канала Наталья Фадеенко. Она красит пряжу. Не только носочную, но и пряжу для плечевых изделий. И летнюю пряжу сейчас она вяжет активно. И если я не ошибаюсь, у нее вот такой буретный шелк еще появится. И она будет красить, как я понимаю, не секционной его. Ну, может быть, и секциями тоже. Но в том числе и вот такие однотонные виды расцветок у нее будут. Но, как вы видите, несмотря на то, что это однотонная расцветка, но есть такие красивые переливы цвета. Я это невероятно люблю в пряжах ручного окрашивания. Ну и плюс Наташа всегда очень красиво цвета подбирает. Здесь такой сложный ежевичный цвет. Пока не знаю, будет он мне идти или нет. Не всегда дружу с такими цветами. Но верю в Наташину чувство вкуса цвета. И она не просто так подобрала для меня этот цвет. Буду пробовать. Вязать из этой пряжи одно удовольствие. Метраж ее 420 метров в 100 граммах. И вроде бы пряжа должна быть очень тоненькая. Но вяжу я ее на спицах 3,25. В принципе, можно было бы и на 3,5, мне кажется, вязать. И, видимо, из-за того, что эта пряжа подвергалась окраске, и Наташа там очень долго и много раз стирает эту пряжу, чтобы лишняя краска уходила. И пряжа как будто распухла. Она такая приятная. И совсем не чувствуется метраж. Если бы, наверное, мне дали эту пряжу, я бы ни за что не поверила, что это 420. И у меня 2 мотка по 100 граммов. И опять я уверена, что 840 метров мне хватит на эту футболку. Вот вы видите, что мне осталось совсем чуть-чуть. И моток-то, в принципе, еще даже... Ну, я не знаю. Здесь, наверное, граммов 30 еще осталось. Я не взвешивала. Я так думаю. В общем, мне как раз хватит на эту футболку. Здесь меня уже все устраивает. И горловина, и как плечики сидят на мне. Я надеюсь, что эту футболку я завершу в ближайшее время. И покажу вам готовый вариант. Ну и плюс ко всему, такая футболка из шелка. Я знаю, что шелк очень приятный. Именно в носке у меня есть майка из 100% буретного шелка. Я тоже буду носить этим летом. Но не подумайте, что тема футболка окончена. Да, повторяться я 10 раз и говорить одно и то же не буду. Но немножко расскажу о пряже, с которой я вяжу еще футболки. Почему я их вяжу? Потому что вот сейчас, когда пишу уроки, мне нужно перепроверять кое-какие цифры. Потому что я не на один размер, а на пять делаю описание. И поэтому вот решила связать еще одну футболку. Параллельно проверяю цифры. Пишу описание. Футболка пока выглядит вот так. Как вы видите, как я уже говорила. Вяжу сначала прямыми поворотными рядами. Потом буду объединять в круг. В общем-то сейчас я довязала погончик. Далее у меня будут прибавки по рукавам. И вяжу я из новинки от YarnArt. Это пряжа Linen Soft. Немножко опять же в своем канале Телеграм я говорила про эту пряжу. Точнее про свои первые впечатления. Мне очень хотелось пряжу эту попробовать. И я, наверное, от нее очень многого ждала. Хотя я прекрасно понимала, что не нужно ждать от этой пряжи того, как выглядит и как чувствуется, наверное, на руках пряжа от более дорогих производителей, как Кати или Лана Гросса. Я прекрасно помню пряжу Polynesia. Хотя я из нее не вязала, но я ее так ощущала в руках. И я помню, какая она на ощупь. И мне очень нравилось, что она такая достаточно жесткая, структурная, как я это называю. И мне кажется, что там лен прям чувствуется. Это пряжа, несмотря на то, что состав такой же практически, как у Polynesia. 30% лен, 36% вискоза, 34% хлопок. Состав просто великолепный. Здесь 100-граммовые моточки, метраж 272 метра. И, конечно же, эта пряжа просто в разы дешевле, чем Катя Polynesia. И стоит это понимать, да? Хотя я знаю, что эта пряжа очень-очень многим нравится. Я, как я уже сказала, ждала от нее немножко другого. Я все-таки ждала, что здесь будет чувствоваться лен. Сразу вам говорю, лен здесь не чувствуется. Опять же, если бы мне дали вот так этот моточек, я подумала, что это хлопок с вискозой. И еще мне кажется, что для меня минус в том, что да, она мягкая. И многие как раз подчеркивают как плюс этой пряжи, что она невероятно мягкая. Она действительно мягкая, но мягкость бывает разная. Здесь такая мягкость, как ватка. И это, в принципе, ожидаемо, потому что те самые утолщения пряжи, которые создают эффект фламе, они вот действительно прям ватные. То есть это прямо стопроцентная вата, как будто вкручили в эту пряжу. И, конечно же, стоит понимать, что это будет сильно-сильно скатывается. Я знаю, что и Катя Polynesia, и Terra от Lana Gross, хотя в Terra немножко другой состав, там, по-моему, вискозы нет. Они тоже, конечно, раскатываются, но по моим ощущениям, моим впечатлениям, возможно, я что-то путаю, потому что сейчас у меня моточков этих нет. Как будто там вот эта ватка, она более стабильная такая, и нет ощущения, что вот она прям совсем летит и расслаивается. Я, честно сказать, пока вяжу эту пряжу, у меня еще пух немножко летит. Это мне тоже не очень нравится. Я не хочу сказать плохо ничего про эту пряжу. Пряжа, скажем так, на любителя. Опять же, многим эта пряжа понравилась работе. Пока я не могу сказать, что я от этой пряжи в восторге. В этом случае, да, можно сэкономить и купить эту пряжу, но я бы лучше за эти деньги купила, например, 100% хлопок в эконом-сегменте, в таком среднем сегменте, потому что и у YarnArt, и у Gazal, например, есть прекрасные просто хлопки, которые я не устаю нахваливать. Они действительно классные. А если бы я захотела такую фактурную, интересную, фантазийную пряжу, я бы, наверное, все-таки смотрела в сторону более дорогих сегментов. Пока так. Я, возможно, поменяю свое впечатление. И, знаете, я вообще думаю, что я, наверное, даже сделаю какой-то видеоотзыв на эту пряжу, когда свяжу эту футболку, чтобы мне было о чем сказать про процесс вязания. Я хочу ее еще немножко подносить и тоже об этом рассказать, поэтому, возможно, я сделаю отдельный видеоотзыв про эту пряжу, потому что новинка такая нашумевшая, очень много вопросов. И мне не хочется вот сейчас голословно так вот плохо говорить про эту пряжу, она нормальная. Но я, наверное, ее покупать больше не буду, свяжу ради интереса. У меня, правда, 4 мотка, мне кажется, у меня тут вполне двух моточков хватит. Хотя, наверное, трех, 272, наверное, 3 моточка, ну, там, 2,5 у меня уйдет на эту футболку. Что это останется? Ну, не знаю, может, какие-то детские изделия свяжу, но нет. Больше, наверное, я не буду покупать эту пряжу. Хотя, посмотрим, не буду зарекаться, посмотрим. И пока я вязала эту футболку, пока делала описание, я поняла, что мне надо еще кое-какие цифры проверить. И что вы думаете? Я начала еще одно изделие таким же методом. Вот так оно выглядит, и это будет уже теплая пряжа. Я пока не знаю, буду ли я это изделие довязывать до конца. По крайней мере, свяжу кокетку. Но я думаю, что если я свяжу кокетку, я не смогу бросить это изделие, потому что кокетка это самое сложное, в принципе, в этом изделии. Потом дальше уже там гладью вязать перед и рукава, это уже вообще ерунда. Я долго думала, из чего связать еще, и решила взять вот такую пряжу Vita Brilliant. Эту пряжу мне отправляла тоже Наташа Фадеенко. Она мне просто сказала, что ей этот цвет не идет. Давайте я отправлю, это вроде бы твой цвет. Цвет действительно мой, вроде бы. 65% шерсть, 50% акрил. В 100 граммах 380 метров. Пряжа достаточно тоненькая. Она такая шерсть Luster, да, тут написано. То есть она такая, знаете, тянущаяся. Я бы хотела сказать блестящая, потому что я вязала из пряжи Vita, из вереноса от Vita, и он действительно был блестящий. Возможно, тут цвет так реагирует. Возможно, вот эта бриллиант именно такая. Она достаточно пушистенькая. Я бы не сказала, что она прям блестящая. Но такая мягкая пряжа, я не могу сказать, что по фактуре она мне нравится, по текстуре она мне нравится, что из нее прям очень приятно вязать. Но, возможно, просто лето, и вот эти шерстяные пряжи, ну, не очень хорошо вяжутся. Такая полушерсть стандартная, мне кажется, для теста своего же описания. Почему бы и нет? И, возможно, из этого я свяжу еще и какую-то водолазку. Как раз, когда буду выдавать уроки, я хочу девочкам именно сказать, что я даю такую базу и базу знаний, скажем так. Можно даже сказать, что это какая-то методичка, которую можно использовать не обязательно для футболок, но и можно джемпер из этого связать с длинным рукавом. И, возможно, как раз-таки вот из этой пряжи я продолжу вязать рукава, свяжу длинные рукава. И, возможно, у меня что-то будет типа водолазки для осени. Посмотрим. Но пока вот это выглядит вот так. Еще я вам обещала задеть тему планов. Немножко про планы мы с вами говорили по поводу пледа из шотландского твида. Но у меня есть еще вот такая вот коробочка с посылкой. И это посылка из нового магазина Кассиопея, который открыла Оксана. Я думаю, Оксану многие знают. Ее канал Oxfoo. Очень приятная, классная девушка. Мы с ней, правда, не знакомы только вот так вот виртуально. Мне всегда приятно смотреть ее влоги. Она мне в целом приятна и общение ее приятно. Я была очень-очень рада, что она открыла магазин пряжи. У нее сейчас там и носочная пряжа представлена, и моточная, разная. Пока, по-моему, больше летние пряжи. И также бобинная пряжа представлена. И, конечно, я не смогла пройти мимо этого магазина. И вот у меня есть заказик. Я вам сейчас покажу, что там. И мы параллельно с вами про планы поговорим. Вот так сейчас выглядит то, что лежит в коробочке. Упаковано в бумагу тишью. Так. Аромат просто великолепный. Потому что Оксана всем заказы кладет вот такие вот сердечки. Не знаю, фокусируется или нет. Подарок арома Саше. И тут написано Кассиопея. И адрес сайта Касси Ярн.ру. Классное Саше. И я обязательно положу его в пряжу. А может быть даже, кстати, в какое-нибудь постельное белье. Приятный очень аромат. Нежный такой. Класс. Так. И что же мне пришло из магазина? Давайте я сейчас достану. Так. Ну что. Давайте начнем все-таки с носочной пряжи. Я сегодня уже упоминала то, что я хочу пробовать летнюю носочную пряжу от Регия. У меня есть несколько летних составов от Лана Гроссы. И от Регии вот только Тути Фрути. И у Оксаны есть хороший выбор летней пряжи. Носочной летней пряжи от Регии. Вот такой у меня моточек. Мне очень-очень нравится расцветка. Она такая нежная. И такие нежные полосочки получаются. Здесь, кстати, что-то типа псевдо-жикарда. Ну не совсем. Просто какие-то такие черточки как будто бы. Классная пряжа по расцветке и по ощущениям. Мне, кстати, очень нравится. Вот я пока вяжу Тути Фрути. Я это отметила. Что здесь есть какая-то как будто резиновая немножко составляющая. У Лана Гроссы есть хлопковая пряжа. Она просто как хлопковая нить. И у меня есть ощущение, что такие носки будут сильнее растягиваться, чем вот пряжа с такой как будто вот тянущейся структурой. Давайте я вам скажу. Состав 72% хлопок. 18% полиамид. 10% полиэстер. Может быть этот полиэстер как раз и тянется. И здесь 100 граммах 420 метров. Стандартный, в общем-то, метраж. Но я вам точно могу сказать, что эта пряжа чуть-чуть потоньше, чем Тути Фрути. Хотя вот у Тути Фрути такой же вроде бы метраж. Да, метраж такой же, но она как будто потолще, поплотнее. Но буду вязать, все равно рассказывать вам. Серия называется Cotton Color Spring Has Sprung. Может быть я неправильно читаю. Но что-то весеннее, короче. И я, кстати, по-моему, тоже уже говорила. Снимаю сейчас видео. Параллельно вяжу летние носочки. Снимаю видео по летним составам носочной пряжи. И я уверена, что из этого моточка я тоже свяжу в ближайшее время носки. Буду рассказывать его о влогах и вот в отдельном видео. Так что носочки из этой пряжи вы увидите в ближайшее время. Классно. Но она мягкая, она прям приятная такая. Что-то мне летние составы очень сейчас нравятся носочки. Я понимаю, что они на самом деле не для лета. Наверное, для демисезонного периода, для осени, например. Когда еще не совсем холодно. Я думаю, что я как раз сейчас навяжу таких носков. А осенью буду носить. И еще одна бобиночка у меня есть. Так, тут все подписано. Да, 100% меренос 250 метров. Классный меренос вот такого красивого. Наверное, у вас он неправильно передается. Это такой вроде бы и зеленый цвет. Но как будто в этот зеленый цвет капнули капельку зеленки. То есть он такой немножко с изумрудным подтоном. Я сразу посмотрела на эту бобинку Оксаны. Потому что, вы знаете, что я недавно вязала, ну как недавно, весной вязала детский плед. У меня так случается постоянно. Один детский плед я вяжу. И почему-то надо обязательно вязать следующий. И вот как раз из этой пряжи я планирую связать детский плед. Если я не ошибаюсь, здесь около 400 граммов. Мне этого точно хватит на плед. Еще и останется. Может быть опять чепчик свяжу. Как обычно я это делаю. Я именно из 100% мереноса люблю вязать пледики. Как вы понимаете, у меня на очереди два пледа. Один для торопышек. Один вот такой будет квадратами, скорее всего, как я обычно и вяжу. Тоже вам все расскажу. И опять же планирую это тоже в ближайшее время начинать. Потому что плед нужно вязать скоро. Я единственная, что не согласовывала этот цвет с девочкой, для которой я буду вязать этот плед. Но надеюсь, что ей понравится. Мы плюс-минус оговаривали, что это будет такой приятный, нежный цвет. Не яркий. Мне кажется, что вот такой цвет для детского пледа очень даже подойдет. И даже не важно, какого пола будет малыш. По-моему, я рассказала вам все. Мне казалось, что рассказывать-то не о чем. Но не знаю, сейчас буду монтировать. Мне кажется, видео может даже выйти больше, чем на час. Посмотрим. Надеюсь, что вам было интересно провести со мной это время. Расскажите обязательно, вы вязали или, может быть, прибирались дома. Может быть, вы параллельно делаете какие-то дачные дела, пересаживаете что-то. Обязательно расскажите. Мне интересно всегда понимать, что вы делаете вместе со мной. Какую компанию я вам составляю. Обязательно делитесь. Вяжете ли вы из летних составов или вы уже готовитесь к осенью. Я, честно говоря, уже даже понимаю, что немножко, может быть, по таким теплым составам я соскучилась. Но когда начала вязать из Vita Brilliant, я поняла, что когда на улице плюс 30, это просто невозможно. И, конечно же, хочется возвращаться к летним составам, в том числе и к летним носочкам. Я, мне кажется, в этом сезоне раскусила ту самую летнюю носочку и просто с удовольствием вяжу летние носки из летних составов, скажем так. Поэтому давайте общаться с вами в комментариях. Вы знаете, что я стараюсь всем всегда отвечать. Точнее, я отвечаю всем. Просто, ну, может быть, я у кого-то не вижу комментарии, но вы можете их обязательно продублировать, если вдруг я потеряла ваш комментарий. Но также проходите и в канал Telegram, где мы с вами тоже достаточно активно и много общаемся. Как я уже говорила, в ближайшее время там будет эфир. Ну и плюс мы с вами поговорим чуть больше про Клуб 28 петель и какие требования для вязания изделий для малышек. Я думаю, что многим эта тема интересная. Поэтому, да, проходите туда, подписывайтесь. Там все-таки обычно больше информации. И чаще я там делаю посты, чем видео снимаю. Это очевидно. Так что давайте продолжим общение и в других соцсетях. Ну и, конечно же, я буду рада, если и другие видео на моем канале вы будете смотреть. Ставить пальчики вверх, подписываться. Этому я все всегда очень-очень рада. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...